Ребят, всем привет! С вами Inspire99 и в сегодняшнем видео мы поговорим про Объект 268. Хотелось бы сказать 268 вариант 4, но нет, сегодня мы поговорим про Объект 268. Многие данный танк забыли, но немножко нужно память встряхнуть, потому что сейчас проходит акция День рождения Льва Троянова. Здесь на официальном сайте есть историческая справка, кому интересно, можете почитать. И в честь его дня рождения появились боевые задачи, соответственно, скидки. Здесь боевые задачи для машин, как СУ-152, ИСУ-152, ИСУ-130, СУ-122С, Объект 704, для арты, для ИСА-4, АВТ-10 и так далее. То есть много машин, и поэтому те, кто может сейчас будет ПТ-шик катать ради акций, здесь акции довольно-таки неплохие. И захотят вроде бы выкачать Объект 268. И для вас сегодняшний видеоролик, ну и для тех, кому просто интересно. Чтобы вы понимали, с какой машиной у нас дело обстоит, давайте сразу же к статистике. И тогда уже мои слова будут казаться более правдивыми. По среднему урону. Среди всех ПТ-шек, всех ПТ, мы находимся, как вы думаете, на каком месте? Правильно, на предпоследнем. У нас по урону 2122. Меньше только у Яги 2104. То есть на 18 очков. Это вообще, то есть, это настолько мелочно, что это практически незаметно. То есть Яга в дне 268 в дне. Практически одни из самых старых ПТ, которые есть в нашей игре, они находятся на помойке. То есть, как бы вот так вот мы обращаемся с историей. Очень жалко, но это так. По проценту побед здесь вообще полный аншлаг. 49 и 37. И статистика, кстати, что по урону, что по проценту побед ухудшается с каждым месяцем. Хуже нас, угадайте, какой танк, наверное, никогда не отгадайте. И немецкий ЛТ. Райметал Панцерваген. На нем, правда, в 10 раз боев меньше сыграно. Но вот такая вот статистика. И то на нем 49 и 14, у нас 49 и 37. То есть, 23 очка, это вообще немного. Ну, 0-23, то есть даже вот так. Но боев на этом танке накатывают около 10 миллионов. То есть, это нормальная статистика. Это нормальная статистика по проценту, ну, не по проценту, а по боям. То есть, это вполне себе неплохая статистика. Честно, не понимаю. Я когда играю на Суперконне, на Объекте 430, на любом другом танке, на Еписи, все. Я понимаю то, что если я вижу 268, я понимаю то, что это все. Это халявный ХП, который можно разбирать. Ставим на каток, все. Ну, по факту, да, у нас здесь есть, конечно же, орудие пробивное, точное. Вроде бы даже ТПМ-2730 для ПТ это неплохо. Ну, для такой ПТ с альфой. Мобильность там, маскировка. Но нет. Ребят, честно, данный танк не может противопоставить, ну, никому ничего, по сути. Ну, вот что. Ну, мобильность. 48 вперед, удельная мощность, 16 почти. Да, это неплохо. Но есть Стерва, есть Гриль, есть Объект 268, вариант 4. И все эти три танка, которые я назвал, они гораздо интереснее по функционалу, чем Объект 268. То есть он не может им противопоставить. Обзор 370, дано. Незаметность, Стерва, Гриль, как бы там тоже хватает. То есть, ну, что? Ничего они противопоставят. По бронированию, ну, блин, Т110Е3, Объект 268, вариант 4. Та же Стерва, да? Вроде бы брони нету, но как захочешь, хрен пробьешь. То есть такое бывает. И Яга иногда может потанковать. И четвертый. То есть хватает ПТ, который гораздо крепче, чем 268. По орудию, здесь вроде бы Альфа 750, прекрасно, бронепробитие 303, да? Как бы за глаза, можно чисто на ББ играть. Голдой 395, почти как Яга. ДПМ, точность 0.33 для такой Альфы, это просто потрясающе. Но время сведения, вот знаете, что здесь в орудию все портит? Это время сведения и углы горизонтальной наводки. Все. Если бы здесь время сведения было бы секунды 2, да? Как бы это нормально было. 2, 2 и 2, вот это было бы топ. И углы горизонтальной наводки не по 11 влево-вправо, и в совокупности это получается 22. А было бы градусов 80, чтобы 40 влево, 40 вправо, с временем сведения где-то в районе 2 секунд. И плюс-минус все то же самое ставить. Уже бы что-то было бы, понимаете? Игроки меньше бы поворачивались, досводились и тому подобное. Понимаете, 22 градуса это очень маленький сектор. Получается, постоянно нужно поворачиваться, досводиться. Угол-то, ну, сектор обстрела маленький, досводиться нужно. Снаряд летит медленно. И вот это вот все. Да, есть тот же гриль там, у него тоже картон, там угол обстрела небольшой. Но у него снаряд летает быстро, он сам по себе гриль быстрый. Незаметный, ну, как бы гриль ты гриль, да? А здесь вот такое. Хотя, хотя, грех жаловаться, да? Я помню те времена, когда на объекте 268 суммарно было 12. То есть на 6 лево и на 6 вправо, да? Сейчас вот на 11. То есть, грубо говоря, раньше, чтобы вы понимали, те игроки, которые не играли, года 3 назад, наверное, где-то около того, раньше данное ПТ поворачивалось настолько, то есть в лево и право, сколько сейчас только в одну сторону, пушка точнее. Это очень мало. То есть раньше было 6 лево, 6 вправо, как бы стерва практически столько. Это шутка, но все-таки. И 268 не может противопоставить никакой ПТ. Вот знаете, было бы какое-то сильно выраженное яркое качество. Нету. То есть эта ПТ вроде бы хороша во всем, но сейчас такой рандом, то что недостаточно быть просто хорошим. Нужно быть в чем-то преуспевающим и где-то прям очень нагибающим. Все ПТ, которые плюс-минус нагибают, вот кто? Допустим, стерва. Это ДПМ, это маскировка. Все. 268, вариант 4. Это мобильность, это броня. Орудие более-менее неплохое. Все. То есть это ПТ ОМОН, который может танковать, да? Попадая в топ против восьмых. Она может просто ехать и разрывать. Тот же гриль от расстояния, снаряд летает быстро, потрясающая точность, сводка. Все. Ну и мобильность как бы угриляет, да и незаметность тоже. Е4. Башня, которая поворачивается. Можно играть вблизи как тяж. Т110-3, это броня. То есть, ну у всех хоть что-то есть, но там, конечно, вазик этот китайский, это ни о чем. Я имею в виду ПТ. Но вот 268 так же. Жалко. Да даже яга, да? Она хоть от альфы, можно хоть от альфы сыграть, понимаете? Нет, там в тысячу, уже приятно. ФВ, да, фугаса может кинуть. Здесь вообще ничего нету. И то есть, вот на этом фоне погасло. И я считаю то, что нужно все плюс-минус оставить то же самое. Уменьшить время сведения до двух секунд. И сделать угры горизонтальной наводки где-то 80, пускай даже 100. Я, конечно, понимаю то, что это сложно, ибо конструкция у танка такая. Но вот что-то придумать можно. Может быть, орудие чуть длиннее сделать, или рубку там что-нибудь придумать. То есть, экран какие-нибудь навесить, а саму рубку длиннее сделать. Я не знаю, ну вот что-нибудь придумать, чтобы эта ПТ хотя бы, ну как-то заиграла. Сейчас, ребят, она ни о чем, и я как бы никому не советую ее качать. Будем ждать, что с ней будет. Очень жалко то, что советская ПТ, и с ней вот сейчас прям, ну вообще дела обстоят очень плохи. Пришел на смену Объект 268 вариант 4, и как бы старенький Объект 268, да, старичков. Но многие играют, кому-то даже нравится. А он все-таки в беде. Нужно спасать, поэтому создаем петицию и вообще бунт поднимаем, как бы. Кто за, ставим лайки, ну и подписываемся, конечно же, на канал. Ребят, это не так сложно, вот 10 тысяч скоро будет, пожалуйста, подпишитесь. Все, большое спасибо за просмотр. До новых встреч, пока-пока.